добрый день дорогие мои вы на канале привет ангелов с вами народный батюшка мира и добра вам от пресвятой троицы слежу вторые сутки за тем что происходит после трагедии в крокус сити и восхищен нашим населением потому что увидел невероятное желание людей сочувствовать помогать и помогать самым дорогим кровью те пять лет которые я на своем канале пропагандировал донорство где называл донорство и святой кровью тех кто сдает эту кровь героями тех кто желает ближним добра через сдачу крови настоящими православными настоящими людьми сколько я претерпел нападок и сколько я претерпел недоумений в том числе и от православных таких вот супер православных как мы их называем но вот эти сутки показали что действительно люди осознавая чем можно главным помочь находясь здесь в тылу пошли сдавать кровь пошли сдавать кровь и ведь это какое поколение это поколение тех кого уничтожали все эти десятилетия то есть это от 18 до 40 я вам точнее скажу это от 25 до 40 основная вообще масса сдающих от 30 до 45 я просто видел я просто знаю и это то поколение которое должно было спится с наркоманица извратиться во всех этих порнографиях их и так далее там подобное и в большом количестве конечно она погибла большом количестве погибла но выжившие выжившие теперь на передовой выживших я теперь вижу как лучших людей которые идут с передовой совершенно с другими лицами совершенно с другими глазами и эти же выжившие стоят в очередях причем у меня есть можно так сказать прямой доступ к центром сдачи крови и сегодня я получил сообщение мне переслали как в одном центре говорят что мы закончили в 12 а люди стоят и готовы стоять и всю ночь и следующий день но у нас просто нет сил мы падаем поэтому сообщи что наш центр сейчас ушел отдыхать а с утра мы возобновим вот там идет в сетях вот такая сообщение какой центр работает какой не работает и все остальное то что я вижу по телевизору это малая кроха это малая кроха то что нам показывает то что я вижу в сетях какие очереди вот это да здесь то я увидел недоумненный взгляд министра здравоохранения которые в растерянности что столько людей и я вам честно скажу я вижу что они чиновники как всегда опять были не готовы не готов они не предполагали что в людях вот такая желание помогать в людях такая стремление поделиться самым дорогим самым дорогим и вот это очень печально что оказывается чиновник не знает глубинного государства в америке называют глубинным государством богатых людей миллиардеров а у нас глубинка это вот это население это вот этот народ я вас уверяю если я там услышал цифру что сдалось пол миллиона если бы в каждом городе сейчас открылся такой пункт то сдалось бы миллионов 20 ну просто не все по здоровью подходит сдаваться у нас дети пенсионеры а так как каждый готов на мой взгляд был пойти сдавать кровь и вот это то и есть главная суть русского народа вот это глубинного государства глубинного государства которые когда нужно встает сплачивается идет и побеждает и побеждает поэтому я с восхищением еще раз повторяю всех этих людей увидел с восхищением увидел как они плачут приносят цветы цветы чужим людям эти люди для них не чужие эти люди не чужие у них сочувствие или так называемая эмпатия абсолютно натурально они имеют связь с этими как погибшими людьми мы же знаем что у нас никто не умирает у нас переходит в жизнь вечную но и с их ближними и это очень интересный на мой взгляд факт и я бы хотел вас попросить еще об одной вещи которые мне кажется тоже является фактом сочувствия и вы мне подтвердите так или нет мы с обсуждали эту вещь вот смотрите у меня в половине девятого в тот день вдруг как будто все оборвалось то есть как будто ушла куда-то энергия и я вот похолодел просто стал ледяной матушка мне пыталась прочитать стихи который она готовит для следующего ролика я просто вот так можно так сказать и нагрубил завтра прочитаешь лег в кровать под два одеяла и включил две грелки потому что я понимал что куда-то вся сила ушла я вот прямо обледенел если я сейчас не согреюсь то вряд ли выживу примерно вот такое ощущение было пол девятого мне позвонили и сообщили что идет начался вот этот теракт я был крайне удивлен нет конечно сначала теракт а после вот это состояние и я человек который позвонил спросил а какое у него состояние было вот в этот период с пол восьмого до того времени как он мне позвонил он сказал а у меня начало выпрыгивать сердце я стоял на остановке вдруг вот это началось я не понимаю что что происходит мне от этого плохо даже говорит подошел автобус который дальше идет до моего дома я на нем никогда не езжу но я сел только потому что побоялся оставаться на остановке один и и сердце вот пока я тебе не позвонил выпрыгивала тогда я еще спросил знакомых кто как себя чувствовал вот в это время когда мы еще не знали о нападении а уже что-то чувствовали и мне подтвердили мне вообще одна удивительную вещь рассказала говорит я была в магазине в торговом центре далеко от москвы несколько тысяч километров и померила красивые красные платья и вот глядя в зеркало я вдруг произнесла пора собирать крокус сити ну то есть там устраивать концерт в таком платье первый раз говорит я в жизни произнесла вслух вот это название крокус сити потому что там не знаю может быть было может не было никогда но теперь я горд удивлена почему у меня это вырвалось почему вырвалось вот это крокус сити и ведь это не первый раз удивительно что мы все вот эти последние времена какие-то события землетрясение начала войны и еще какие-то события некоторые люди переживаем до того как они произошли нет мы с вами знаем о том что господь дает предупреждает господь есть такие пророки которые могут как бы сказать вот я хотел бы думать что вот такие люди в том числе у меня в жизни это постоянно вы можете вспомнить тот ролик где я рассказывал как большой красный человек топчет людей и это и там море крови и это было перед самым началом можно так сказать этого тяжелого конфликта что сейчас длится на украине но здесь ведь интересный факт что не дается понимание что и куда где что просто отбирается сила она куда-то уходит это сила люди в это время себя либо плохо чувствует либо голова у них болит сосед у меня приходил вот до этого конфликта в часа за четыре наверное до того как все началось и такой сидит вот такой и я спрашиваю что с тобой происходит а он говорит голова болит я говорю почему голова болит что с тобой он говорит я не знаю меня никогда не болит голова что с ней сегодня такой я не знаю и ушел так ушел с больной головой даже часа за три наверное я сейчас скажу во сколько в пять часов он у меня был потому что в пять часов ему надо было ехать за женой забирать ее с работы в пять часов ровно смотрите а произошло пол восьмого все это пол девятого до или в восемь часов какая там точная цифра то есть вот такие люди есть у которых на взгляд как из батарейки из какого-то запаса забирается энергия для того чтобы кто-то мог вытерпеть и кто-то мог спастись этой энергии я переговорил с тем кто платье мерил она горит это эмпатии это такая вот форма эмпатии сочувствие сочувствие нас входит сочувствие в главный христианский подвиг больше того все христианство это сочувствие господь сочувствовать учит нас всех то есть это эмпатия я вам даже могу интересные здесь вот я пока сегодня изучал все это нашел высказывание о сочувствии некоторых наших святых и смотрите как пишет и он до маскин и он до маскин и он до маскин как-то тут чуть у меня какие-то неудовольствие бывают четырех видов неудовольствие горесть грусть зависть сострадание сострадание неудовольствие горесть эти неудовольствия производящие потерю голоса грусть неудовольствие стесняющие сердце зависть неудовольствие испытывающий побуду по поводу чужих благ сострадание неудовольствие испытываем по поводу чужих несчастье вот так или в 1 коринфянам сказано будьте друг ко другу добры сострадательны прощайте друг друга как и бог во христе простил вас посему страдает ли один член страдает ли с ним все члены славится ли один член с ним радуются все члены то есть если страдает один а все и с ним страдают все если радуется один то с ним и радуются все то есть вот в первых коринфянах апостол нам холодно здесь на улице мороз и на втором этаже поэтому голос потихонечку садится апостол напрямую говорит об этой связи что радость одного может вызывать радости всех и наоборот поэтому пожалуйста в комментариях напишите что с вами было в этот день не было ли чего необычного ну и конечно особенно ближе к этому времени когда начался теракт я хочу понять насколько вот эта связь и какими формами она проявляется в человеке а пока всем здоровья радости сочувствую друг другу аминь